Welcome, welcome, welcome. Кое-что я изменю, ребят, сейчас. Вот, всё. Я это изменил. Посмотрим, как трансляции пойдут. Ну что ж, Норд-Америка. Вчерашние игры. Мы пропустили Норд-Америки. Небольшие результаты из вчерашних игр приведу сейчас. Американцы удивили всех своими результатами. Вчера было сыграно 4 игры, в которых TSM победили. Фениксов, это вроде бы нормально, это мы ожидали. Так оно и есть. Мы не смотрели с вами матч Эхо Фоксов против Имморталов. Я говорил, что примерно там будет 2-0, но вот что удивительно, у Эхо Фоксов Фроген не вышел на мид. Они выпустили какую-то молодую звезду из Челленджера, и эта молодая звезда. Ну, обе игры, ну, не то чтобы в соло проиграл, но вообще ничего не делал. А вот сюрприз. Первый. Команда Дигнитас побеждает команду CLG 2-0, не оставляя просто шанса на шанс команде CLG. Дигнитасы разгромили Хухи, разгромили Стиксея, и вообще, как бы, это не был уровень топ-1 команды CLG. Более того, в этот же день. Давайте сначала Флай Квестов. Они победили команду Team League, доказав еще раз, что они не ровня вот этим вот нюбцам, скажем прямо, командам, которые на дне находятся 2-0. Идеальная игра от Хая, хорошая игра от Болса, и можно убивать. Ну, а вот это вот был тоже очередной сюрприз. Клауд Найны проиграли команде Envy. Ну, сюрприз с точки зрения таблицы не великий, но все же Клауд Найны себя позиционируют как команды, которые борются за топ-1, топ-2 постоянно, а сейчас они откатились на шестое место. На шестое место как раз команда Envy их победила. Дигнитасы одержали победу, про которую я говорил, и у нас здесь троевластия за четвертое место, но на самом деле по очкам Клауд Найны находятся официально на шестом сейчас. Есть же еще разница забитых, пропущенных, так сказать. Ну, это выигранных карт и проигранных карт. Ну, а Counter-Logic Gaming теперь ждут сегодня, кто же их сместит с трона. Или это будет троевластие, TSM и Immortal. Сегодня обе команды играют, одного очка им не хватает, чтобы догнать CLG. TSM, конечно, делает все это попроще. Они играют против Team Liquid, который на дне и не выбирается оттуда уже очень-очень-очень давно. Ну, а Immortal надо играть с командой Клауд Найн. Это-то мы с вами и смотрим. Ну, и следующая игра будет тоже TSM против Team Liquid. Это мы тоже посмотрим. Там, скорее, будет точно одностороночка, как в интервью у команды... Ну, Даршан... Ой, Даршан... Хаузер, Хаузер. Говорил, что какие бы сильные игроки у команды Team Liquid не были, если они вместе не умеют играть, то это будет для нас легкая победа. Вот такое было интервью. Клауд Найн на фирс-пике забирает себе Заю вторым пиком на второй ротации, выбирает себе Райкана и Ариану. Вот такой вот интересный ход. Сейчас я вам много чего про Клауд Найнов расскажу. Вот этого парня. Запомните, Дженсен это звезда всего американского ЛЦСа и отобрать этот титул практически нет шансов никому. Он наголову опережает по всем статьям всех мидлейнеров Америки. У него лучшая КД, лучший фарминг, лучшее количество киллов вообще. У него 139 сейчас киллов, в то время как ближайший преследователь, по-моему, 133, и это не мидер. Лучший килл партисипейшн, лучший фарм за 15 минут, лучший фарм за 10 минут. Все это у него лучше, но команда оказалась не лучшей. И проблема этой команды, как мне кажется, кроется в плохой работе контракция, ну, как основного джанглера команды Клауд Найн, с топерами. Если посмотреть на команду Клауд Найн, у них получается топ 1-2 саппорт, а Декери где-то топ 3-4 по рейтингу получается, и абсолютный топ-1 мидер. То есть вот эти вот три игрока, они не проседают, они вполне могут команду Клауд Найн тащить на топ-1. Но вот посмотреть на контракция Рея или импакта, Рея и импакт, они оба делят между собой от 12 и 11 места. Всего 12 топеров было в этом сплите сыграно, ну, больше там 10 игр, которые отыграли на топе. И Рея с импактом по очереди, там, так сказать, друг друга опережает. У них ужасные фармы, 7.3, 7.6, если я правильно помню, я сегодня смотрел их числа. 7.3, по-моему, рейбл, 7.6, это импакт, это ужасные показатели, ребят. Это показатели, с которыми даже в ЛЦЛ команду-то не возьмут. Серьезно. Ну, вот такие дела у команды Клауд Найн с топерами. Чтобы им помочь, нужен джанглер. Джанглер чистый среднячок, получается, он где-то топ-6, топ-7. Джанглеров в этом сплите около 14 было сыграно уже, разные джанглеры начинали играть у некоторых команд, потом уходили, ну, и поэтому их так много. Ну, вот он в среднячках находится, Контракт. Мы забыли, что такое Контракт с Керинг, ну, действительно, хотелось бы увидеть его снова в игре, а его нет. Что же касается команды Иммортал, а то я только про Клауд Найнов говорю. У них 8 побед, 3 поражения. Сейчас я достану листочек о Имморталах. И они последнюю свою игру выиграли, это было вчера, но на прошлой неделе, на прошлой неделе, ну, не на прошлой неделе, а две недели, получается, назад, потому что Риф Тревелс была прошлой неделе. Две недели назад они проиграли ТСМ-ом 0.2 и проиграли Феникс-ом 0.2. Таким вот образом у них небольшой спад образовался, но, с другой стороны, и Феникс, и ТСМ-ы готовились к Риф Тревелсу и поэтому выглядели такими убийцами. Ну, просто не грех было проиграть ТСМ-ом, но и, как оказалось, не грех проиграть Феникс-ом, который на подъеме за счет Майка Йонга. Кстати, Майк Йонг вчера проиграл обе свои игры, они проиграли. Не знаю, как там Фениксы будут дальше действовать, потому что флайквесты гораздо лучше поднимаются из пепла, а не Фениксы. Фениксы как раз из пепла что-то там заблудили, заблудили, запутались в пепле. Ну что ж, давайте смотреть на финальный пик. У нас Маукай появился, это вот интересный чемпион на ласт пике абсолютно был. Скрывали джанглера командой Иммортал, ну или намекали, что будет Джарван. Команда Клауд выбирает Камилу, и Джарван предпринимает решение остаться с Камилой один на один на линии, но взять Маукайя саппорта для... ой, Маукайя джанглера, извините, для Иксмити. Немного чего можно, конечно, про Маукайя говорить, но вместо пустословия давайте просто будем смотреть на его игру, потому что Маукай измененный очень сильно. Как топпер он перестал играться именно потому, что все цифры были изменены в Ability Power. Риоты как бы намекнули, что его надо играть в Ability Power. Для мидлейнера он слишком слаб, для саппорта он слишком немобилен и недостаточно танков. И ульта у него довольно слабая, медленная просто катится. Ну вот, может, как джанглер он сработает, Иксмити, честно, что-то тут придумал на ходу. Но если задуматься, что это у нас получается. Маукайя это танк, Джарван танк, Трэш, Ютилити тоже танк, и 3-2 у нас комбинация от команды. И Мортал, Клауд Найнер же, играя через Камилу, скорее это будет 4-1. Сетап чик Зая с Райканом хорошо сочетается, Ариана с Грагасом тоже хорошо сочетается. То есть, независимая пара игроков, и вот Рэй, наконец-то, может быть, сможет как-то самостоятельно поиграть. Потому что... Ну, ищет, ищет и тренер, и сама команда Клауд Найн вместе, ищут, как использовать своих топ-лейнеров. Я не могу сказать, что Импакт и Рэй, ну, вот совсем не тянут. Они не тянут на командном уровне, то есть, так-то у них уровень игры довольно высокий, и... Каждый из них не раз там наверняка побеждал того же самого Флейма 1 на 1, там Хуника побеждали 1 на 1. Хотя Хуни сейчас у нас... О, он Тимари кидает, прикольно. А не, подожди, это не Тимари, это какой-то кошак. Что за КТ? Кота какого-то вызвал, Контракс, подходит и взрывает. Саплинги. Первый скилл взял у нас Икс Митти. И 19 Абилити Пауэр у него взяты скоростью атаки. Это руны, которые используются обычно на Зака, на Элизу. То есть, у вас, получается, берете флатовый армор, Абилити Пауэр, это квинты и синие руны. И последние руны, которые остались нетронутыми, так сказать. Это красная их атака спид вы берете. Там 33 армора, ну да, наверное, так и получается. Саплингов он раскидал, они тут по очереди подбегают, взрываются. Наверное, ждет какая-то пассивка там еще срабатывает, потому что... Ну, я, честно, Маукай не особо поиграл, но он очень быстро забирает. Икс Митти у нас этот кемп, причем в Солиандру не помогала ему команда Immortal. И Cloud9 мог сделать предположение... А, нет, уже не мог сделать предположение. Там Бардл поставил контракт там в Красном Лесу, так что он точно знает, что с синего бафа начинал Икс Митти. Было голосование проведено на Твиттере, могли увидеть сейчас его результаты. По этому голосованию команда Cloud9, 83% людей хотят, чтобы выиграли они. Я, честно, думаю, будет равная борьба между этими командами и решится все в третьей игре. Очную встречу, насколько я помню, они уже играли. И тогда команда Cloud9 проиграла. Да, проиграла 1-2, но там было очень все близко. И вполне реально там могло закончиться, ну, как в пользу Cloud9, так и в пользу Immortal. Ну, как и закончилось, в общем-то, в пользу Immortal. 1-2, так что Cloud9 нам надо брать реванш, не отдавать им первое место, потому что Immortal после своей победы получит первое место в таблице. Ну, предварительно такое промежуточное первое место. Это не так важно, в общем-то. У Рэя здесь из-за того, что он знает, что Маукай пошел через Синий Лес, следовательно, смог бы организовать ганг на топ, зафармив красный баф. Он позволил себе Джарвану запушить. Но теперь Контракт пришел его прикрывать. И будут ли устраивать команды Cloud9 2 на 2 сражения? Ну, пока вот просто бегает Контракт за Грагоса, не лезет никуда воевать. Странно, конечно, то, что, ну, Контракт не идет игра. Может быть, тренировки пошли ему не на пользу. Знаете, иногда такое бывает. Из-за того, что много начал тренироваться именно с командой, много начал работать там для топ-лейнера или играя от топ-лейнера, когда он забыл свой собственный стиль, и поэтому настолько сейчас плохую игру показывает. Потому что, мне кажется, у него механика и понимание игры гораздо выше, чем он показывает сейчас. Дженсен, тем временем, с Пау Белтером тут развлекается, запушивает его постоянно по длине, но пару раз, когда нам показывали Дженсен на медиа, он пропускал крипов. Именно из-за этого у него всего лишь 25 сейчас из, по-моему, 29 возможных, да? Кто там у нас подсчитает? Не, это будет 19-19. 19-19, это 38, минус 6, о, минус 7, 31. То есть 25 из 31 возможного. Да, достаточно много он пропустил. Сами понимаете. Еще если там были тележки, ну, тележка одна была к тому моменту. Ну, так может быть вполне, что он ее тоже пропустил. Ну, и легче, конечно же, Заряну задних крипов в Ласхите. С передними их надо через автоатаку, а задних можно хорошо, подхорошивая вот этого Па Белтера, еще и с пельчиками добивать крипов. Команда Клауд Найн пока аккуратничает. У нас флэша! Флэш Хук еще и прописывает Олях. Это Сники здесь, конечно же, не выжить. Вот интересный ход. Смути пошел ставить Вард как раз-таки против Иксмити Ганга. Не успевает он его поставить вовремя, как Иксмити перепрыгивает на шишки, тут же нажимает флэш и зацепляется своей W за Сникерса. И Сникерса убивает уже дальше Олях. Не, кстати, килл достался как Мау, а не Оляху. Но Олях сделал тоже свой флэш. Хук и одновременно с этим Игнайт поражал. Но килл достался Коди Сану. Но Ферст Бата дает Клаб Найн. Ошибка была смутевская. Однозначная ошибка. Я бы даже сказал, он должен был Вард сразу ставить через стенку, а не подниматься наверх. Чего он там наверху забыл, не знаю. Просто подошел бы и поставил Вард через стенку. И дальше можно зайти уже наверх, выбить шишку. Вариантов много. Как нормально все это провордить. Но видите, Ганг через шишку сработал. Рио-то не зря вводили этот спилец. Там комментаторы сейчас посмотрели. Ну да, по фарму-то преимущества нету. Никакого Ясники ничего не потерял на этом. Видите, 40 на 38. Но вот то, что ФБ ушло не в руки команды Клаб Найн, это сильно может подкосить. Показывает нам статистику Коди Сана против Клаб Найн. Как раз таки он нанес 33 и 3. Ну короче, треть урона своей команды он наносил. И треть скиллов своей команды как раз сделал он. Это идет как раз намек на то, что ему-то отдавать в руки Ферс Блады точно не стоило. Рэй очень много урона наносит по Флейму. Флейм нажимает свое выпрыгивание, но в этот момент Рэй дает свою ульту. Но мне кажется, здесь Флейм очень жестко ошибся. Знаете, вот это как бы тот момент, который я в соло-ку часто использую, и вы, наверное, тоже используете. Сейчас объясню. Когда вы позволяете своему сопернику вас пушить. Вы позволяете, не размениваете с ним, но вы знаете этот матчап, допустим, на зубок. Позволяете, 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 а потом в один момент делаете в него ол-ин, и оппонент этого вообще не ожидает, по той простой причине, что... Меня же он не бил все это время. Понятное дело, здесь Рэй бы вряд ли сейчас убил Джарс, рвана, не хватило бы ему урона, просто маны даже не хватало, чтобы продолженные касты какие-то давать. Но даже вот размен был виден нам, что Флейма спасала вышка. Только вышка его могла спасти от этой смерти против Камилы. Это связано как раз с тем, что Рэй очень-очень-очень аккуратненько не торопился, не демонстрировал никакую агрессию, чтобы, ну, не дай бог, вот Маука туда не пришел. По фарму он проиграл, да, но сейчас сделали килл, заданное ли опыта немножко Флейма. Ну и Флейм даже, имея плюс 10 крипов, отстает тупо по левелу от Камилы. Вот такая вот интересная ситуация. Ну а что у нас Дженсен? Дженсен, он не скромничает, он немножко по-другой стиль выбрал здесь. Он в наглую, так как у него есть Клинс, продолжает запушивать по Белтеру. По Белтер пока у нас не сильно проигрывает, но второй темп уже Бека у Дженсена. Я не знаю, успеет ли Синдра сделать Бек. Видите, ей надо сейчас целый пак мопсов еще убивать. Успеет ли? Непонятно. У Клодайнов нету в Вардов на этом Драконе, это Оушен Дрейк, и имморталы пошли его себе забирать. А что предложит у нас Грагас? А Грагас предлагает не париться, ребят. Вы там держитесь, говорит, он все нормально, я пошел на Бек. Мне есть что купить. Ну, будем надеяться, что это полезное, потому что имморталы, ну, сильно сейчас вышли по контролю карты вперед. У них теперь еще Оушен Дрейк, который будет очень сильно помогать Синдре на линии против Дженсена. Дженсена и так ее постоянно подхорашивает, а она там еле-еле выживала, но под вышкой выживала. А фармиться под вышкой не так сложно за нее. Запушил Дженсен в очередной раз крипов. Плюс семь, ровно плюс пак, получается, идет. Но сейчас часть этого пака по Белтеру заберет себе. И к смете. Ну, пока, ребят. Ставлю гигантский плюсик к смете за игру. У него был план, как говорится, он его продержался, пропушил он... Ой, пропушил... Протащил весь он свой лес. 23 крипа. Потом после первого бека пошел вниз, на шишки организовал ганг. И вот сейчас забирал себе дракона вместе с командой. Как раз-таки это все идет оттуда, с ботлейна, где он заработал килл, где лучше контроль карты стал у команды Иммортал. Но, с другой стороны, Флейму никак не помогает. Ну, правда, Флейм хорошо фармится и не парится. Опа! Команда главная решает организовать 3 в 1 тауэрдайв. У нас синдром начинает прокликивать, говорит, я не знаю, куда делась Ариана. А Ариана уже там. Просто идет открытый тауэрдайв, не оставляющий ни единого шанса. Ну, Рэй выпрыгнет. У него ешка есть, да. Побаивается надо к главной нам на ботлейне. Зря, мне кажется, Сники организуют этот олэн. Хотя, они не особо сильно боятся. Они хотят забайтить на телепорт у Рэя, который есть. И он, наверняка, сюда прилетит сейчас. Либо нет. Сникид дает ульту. Этой ультой сцепляет он олэха, поддамаживает его. А почему Камила-то не нажимает телепорт? Я был абсолютно уверен, что когда команда главной наорганизовала бот вот этот файт, они увидели, что Маукай пошел помогать Синдри пушить мильд. Это логично. Ну, Маукай не мог организовать на боте ганг, его там увидели. Пошел просто помогать Синдри пушить вейв. Но почему команда главная, наорганизовав это сражение, не позвали Рэя на помощь? Может быть, маны было недостаточно у Рэя и решили, что оно невыгодно? Ну, тогда не надо было и самим давать эту битву, а то из-за нее Сникид ушел в эпик минус по фарму. А ведь до этого было там минус 2, минус 3 крипа всего лишь. Ну, а у Флейма сейчас показывают нам его смерть. Убежать уже в ту сторону не мог, в наглую просто ультанул Рэй и Флейм, ну, вообще никак убежать. Уже не мог после этой ульты. У Сники вот 76 на 88. Совершенно неудачно, конечно. Сражение. Причем его сами организовали клауд-9 на сцене. Тут у нас Пабелтер прожимает Гост, бежит за Смутю. У Смутю вроде бы есть прыжок, он наворачивается от стана Пабелтера и прыгает на Сники, на W. Кстати, если бы он попал в стан, неизвестно, чем бы это закончилось. Там, конечно, нету еще никаких рободонов у Пабелтера. Но урон от Синдера вы сами знаете. Особенно против чемпионов, довольно сквишовых, которые... Хотя, где там сквишовость-то у Смути? Смути наверняка играл на этой линии с дополнительным ХП. Ну, обычно так делают. Берут руны на дополнительное ХП. И еще успел собрать уже Сайдстоун. Так что... Ротация команды клауд-9. Они отдают бот и идут на мид. Но не принимают этот дар. Команда Иммортал смещается тоже на мид, хотят повоевать. Клауд-9. Заметили их на вардах и разбегаются тогда. Сейчас на ротации могут клауд-9 немножко здесь встрять. Правда, Камила, на которую я ругался... Ну, в смысле, не на Камилу я ругался, а на Рэя я ругался. Сейчас с телепортом. Флейм тоже с телепортом, но от него пользы будет очень мало. Некогда клауд-9 нам делать телепорты. Просто смотрю. Да, они принимают решение тогда не устраивать битву на боте, а устроить просто забирание Рив Геральтки. Кстати, которую можно будет вызвать потом на миде и доломать вышку. И тогда будет хороший контроль карты дальше у команды Клауд-9. В параллельном, кстати говоря, экране сейчас играют у нас еще две команды. Если я правильно помню, это Envy против Фениксов. Там именно эта встреча сейчас идет... Ну, тоже, в общем-то, довольно интересная и важная, но у меня больше вопросов, хотите ли вы смотреть ТСМ-ов против Тим Ликвидов. Но, подождите, не об этом сейчас речь. В перерыве не разбегайтесь. Я как раз, может быть, голосование-то запущу. Хотите ли вы ТСМ-ов против Тим Ликвидов смотреть? Там дело в том, что, скорее всего, будет 0-2. И реальная такая одностороночка. Это они вот на первом экране там и будут играть. А вот на втором экране вызывается Рив Геральтка на миде. Как я и говорил, бот пропушили все же имморталы, но мид они потеряли. Контроль мид, да? Очень важен. Но они потеряли вышку, но еще не потеряли игру. Идет Ол-Ин от команды Клауд Найн. С другой стороны у нас Маукай дает шикарную ульту по четырем игрокам команды Клауд Найн. Правда, она единичная была, и никто не пошел вместе с ним. И это, ребят, минус три игрока команды Иммортал. Что за глубейшая, глубейшая именно, глубейшая ошибка, ребят. Я не знаю. Сзади зашли, думали, получится удовольствие, а в итоге Клауд Найн развернулись и убили их. Вот вам и Маукай. Организовал инициацию, медленные корни ползли-ползли, но что-то как-то никак не доползли. Побыл-то Радзонин был Грагосовской ультой. Джарван, я так и не понял, куда он летел. Подожди, давайте за Джарваном сейчас последим. Вот пошла ульта там уже сзади. А, он на вышку полет... Вот оно что, Михалыч. А я думал, куда же Джарван-то делся? А Джарван полетел на вышку. Ну, не хочу никого обижать, но гораздо проще было вот даже на этот же Вард полететь заранее и вместе с Маукайем зайти и воевать можно было. Потому что вы видели, Сникки почти умер с одного только лишь прокаста Маукая. Не успел даже трэш с... как Маун до туда добраться. То есть, если... Один только Маукай его почти убил. Представьте, если бы рядом оказался Джарван, это уже проблема. Надо уже как-то помогать Сникки. Если Сникки умирает, то команда Клауднайн сразу теряет одного дэмэдж-дилера и дальше уже не факт, что выиграли бы они это сражение. Так как Грагас тоже без ульты, понимаете. Он тоже все свое потратил, чтобы остановить по Белтера. А так, получается, Грагас отрезал по Белтера и команда Клауднайн 4 в 1 сначала убили Иксмити, потом 4 в 2 победили ботлайн командой Имморта. Ну, телепорт... Ужасный, ужасный телепорт от Джарвана. Флейм ошибся. Грубейший. 5-1. И... Не хотелось бы этого говорить, но похоже на то, что эта игра уже слитая. Дело в том, что... Я не понимаю просто Маукай самого. Что это такое? И зачем он здесь бегает? Понимаете? Коди-сан, у него урона сейчас нет. Его урон появится не скоро. И его урон нужно будет использовать Ой, подождите. Давайте посмотрим на сражение Флейма против Рея. Рей замедляет Флейма, но не гонится за ним. Там мертвая зона. Байтит у нас Флейм, но, по-моему, перебайтил флэш. Ульта не хватает. Урону Коди-сан прописывает у нас здесь урончик. Небольшой, но Коди-сану бы самому выжать. Алиана делает стяжку, но этого недостаточно, чтобы убить Коди-сана, но зато этого достаточно, чтобы убить других игроков команды Immortal. Вот это я и хотел три вещи хотел до этого файта успеть сказать, просто не успел. Когда команда Клавная сломала мидлейн, вышку, у них появился контроль теперь над полностью лесом оппонентов. И любое боковое сражение теперь будет всегда в пользу команды Клавная найти, так как Синдра будет выключена. А если Синдра будет включена, то есть она будет ходить по боковым линиям, а Коди-сан останется на миде, то тупо отпушивать проблемно будет, потому что у Коди-сана нет никакого урона. Ну, чемпион сам по себе такой. Ему тяжело это будет. Так что Клавная могли бы тогда уже задуматься и о тир-2 вышке на миде. Ну, видите, вот пришел сюда Коди-сан, вроде у него урон есть, но... А вот этот вот шоквейф по двум игрокам шикарный. Ну, там третий тоже был игрок, третий отфлэшился. 7-1, счет за командой Клавная, вышку на миде терять неохота, но почти упала. Объясню, ну, кто-то скажет, ну, эта же вышка она ничего не делает. Нет, она много чего делает. Она, во-первых, позволяет вам, ну, дает даже вам ложную защиту и оппонентам ложный страх. То есть, что оппоненты ваши могут убежать под вышку и вы их догнать там не сможете. Второй и очень важный пункт. Ваши крипы по миду просто сильнее теперь, чем крипы оппонентов. Не на много, нет. Это, конечно же, не так сильно ощущается, но... Но... Этого достаточно, чтобы появилась у вас возможность захватывать синие и красные проходы в лес. Рэй сейчас, скорее всего, идет на боковую линию, подальше от Нашора, вот как раз 18-я минута игры, и будет держать на себе Джарвана, которому он, конечно же, в дальнейшем будет побеждать. Сам по себе Камила, как и Фиора, чемпион, разбирается с Джарваном на ура. Даже, наверное, у Фиоры поменьше шансов побеждать Джарвана, чем у Камила. Хотя здесь уже на вкус и цвет, как говорится. Рэй получает замедление от Флэйма, но и тот уходит. Но Пинк не успел нам выбить. Контракт является как раз классным десенгейджером. Райкан классным энгейджером. То есть команду Клауд Найн и Морталы не смогут организовать где-то сражение 4 в 4, либо Джарван резко сместится, и они начнут, мол, убивать команду Клауд Найн 5 в 4. Любая их попытка, ну, максимум, они убьют Райкана либо Грагаса. А потом уже остальные киллы, только если Клауд Найн решат с ними воевать, начнутся. Тут вот следующий пунктик, где могут имморталы отыграться, это либо через 20 минут, когда у Кодисана появятся предметы, с которыми он сможет разрезать с трех автоатак этого Грагаса и не бояться вообще никак Камилу, либо ну, поймать команду Клауд Найн на Шори. Неудачно взято. Ну, плюс еще есть там всякие такие интересные вещи, где можно ворваться в Сникки, но, блин, кто тут ворваться будет? Маукай, вы видели его скорость врыва, такая улиточная система, эта улиточная система вряд ли может угрожать Сникки, у которого есть ульта и флэш, и Дженсона есть Клинс, как бы, тоже не проблема. Похоже на то, что эта игра уже сыграна, она не на банах пиках проиграна, конечно же, но я не совсем въезжаю, что этот Маукай должен был делать, но вот Маукай делает все же инициацию свою в Смуте, Смуте вообще не потерял хп, дает он дальше ульту уже с флэша по Эксмите, и Эксмите убивает команда Клауд Найн, и посмотрите, ничего Имморталы сделать не могут. По сути, Маукай сейчас сражался 1 в 4, а меньше, чем в половине экрана, на расстоянии, меньше, чем в половине экрана, Имморталы все стоят и говорят, слушай, Драгос, который в нас заулонит, вот здесь Ариана, которая шарик на нас переведет, и Минус Олег теперь еще будет, Олега ловит у нас Рэй своей ультой, команда Клауд Найн идет на Тауэрдайв, вот здесь вот Рэй потерял много хп, но не забывайте, что у него есть телепорт, он спокойно может сейчас уйти на рекол, и через телепорт вылавливать Имморталов, которые будут мешать команде Клауд Найн забирать этого Нашора, нет, они решают Нашора не делать, или как? Да. Единственное, говорит, я хочу немножко поворовать здесь еще, и пойдет еще часть леса Имморталов обворовывать, видите, ну, ничем не рискует, на самом деле, кроме темпа, вот это вот, единственное, может быть плохо, то, что это потеря темпа, в Солоку часто, я вот на этом тоже сам себя потом виню, что, ну, не забирал бы этот кемп, успел бы с командой оказаться вместе, а теперь, видите, Грагос не успевает к девардингу Смути, если бы Смути сейчас поймали через треша, это, ну, по сути, вина Грагоса была бы, он должен был вместе с ним реколиться и не париться, ну, или там, Сникева сейчас бы поймали со спины, тоже, а где же Грагос? А Грагос, ну, вот он на базе, потому что последний кемп еще делал, здесь уже, вроде, нормально, какие-то деморализованные Имморталы, ну, очень похоже на то, что какая-то вот эта вот игра через, выглядела смешно, конечно, не попадает в Хуко Моле, хотя очень хороший треш из него, но вот в данном случае он накосячил, так вот, видно, что Имморталов, наверное, эта стратегия когда-то сработала где-то там, в тренировочных матчах, может быть, они где-то видели, как ее можно отыграть, может, они решили что-то спародировать из челленджеров, там, какая-то команда что-то так вот сыграла, и у них это не прокнуло, и они сейчас про себя думают, ну, на хрена мы взяли этого дурацкого Маукая, взяли бы ту же самую Сиджуане, может быть, мы бы и проиграли точно так же, но зато сейчас могли бы делать реальную инициацию, реальной быть угрозой для четырех игроков команды Cloud9, и даже Рея могли бы теоретически ловить, а тут они не Рея поймать не могут, Джарван скорее будет умирать, ну, либо Рея просто будет убегать, не провести битву четыре на четыре не могут, потому что у них тупо нет контроля, из леса у них, в лесу, ну, какое-то подобие чемпиона, но вот это вот хороший ход, команда Cloud9 недостаточно по вардам поработала, имморталы выбили вардецкий на Нашори и забирают сейчас себе этого Нашора, не успевает уже туда команда Cloud9, рядом оказывается Дженсен, но никак, поздно они поняли, что происходит, команда Cloud9 поздно поняла, думали они, что это будет просто размен вардов, ну, то есть мы, мол, забираем дракона, вы забираете варды наши на Нашоре, потом мы расставляем новые варды уже с бэка, но в итоге, видите, Cloud Drake Cloud9 стоил на Нашора, ну, какое-то вот время выигрывается для имморталов, хочешь не хочешь, еще 3 минуты Нашор баф будет на них висеть, может быть, они смогут наконец продавить мидлайн-вышку, может быть, даже сейчас организуют 5 на 5 сражение, видите, тут недостаточно было вижена, сверху, вот здесь, точка была не заваржена, хе, иксмити тут смайтом обокрал, Сники там был, Сники забирал крипца, Сники эта игра вообще не пошла, если честно, пока мы не видели от него Зая вообще хорошей, нигде и никогда, сколько помню Сники на Зая и Смуте как раз-таки на Райкане, это какая-то дурацкая тема, но, но, смотрите, боську даем Смуте, Смуте видоизменился, и я реально рад за него, то есть, кто-то подошел по голове ему надавал и говорит, слышь, чувак, никаких синих голдеров, это во-первых, во-вторых, никаких румящих ботинок, этот чемпион играется через желтый голдер, Сайд Стоун и ботинки, ну, тут уже выбираешь, КДР можешь взять, можешь мерки взять, можешь нинжетаби взять, свифтнос можешь взять на крайняк, именно вот сейчас правильного Райкана нам показывает Смуте, Тандерлорд взял, окей, Тандерлорд можно брать, к нему у меня претензий нет, то есть, все равно там играется через 5 КДР, можно взять усиленные щитки, как я вот играю, ну, и как большинство людей, кстати, выбирают, где-то там 70%, 75% выбирают именно усиленные щитки, но, Смуте решил вот играть через Тандерлорд, но это его уже идея, может, ему так привычнее, вот у меня тоже, например, есть некоторые чемпионы, я знаю сейчас, что играют многие Казикса тоже со Штурмрайдером на 15%, там где-то 20% людей это делают, винрейт почти никак не отличается, но для меня это сильно отличается, потому что я со Штурмрайдером Казиксом очень плохо играю, не понимаю я этого, плюс, в скорости передвижения, мобильности, не чувствую я чемпиона тогда сразу, вот может быть, у Смуте то же самое, без Тандерлорда ему как-то не по себе, именно поэтому в начале-то я играл у нас, с синим Голдером и с ботинками роумящими, ну а трэш, трэш в этой игре уже почти добрался до Локито, знаете, так можно и выкинуть, выкинуть хорошее преимущество, команда Клауд Найна, почти 7000 было преимущество на 22-й минуте, когда они отдали этого на Шора, контроль этого на Шора, скажем так, и если смогут Иммортал еще минут 10 продержаться, как раз 15 минут назад, я говорил про 20 минут, ой, не 15 минут назад, а на 15-й минуте, про 20 минут им надо продержаться, теперь им еще 10 осталось, и они могут уже тупо просто использовать Маукая как мясо, а в этот момент Кодисан с Побелтером на своих чемпионах, на Кагмавии и Синдри смогут уже убить контракт и потом переключиться на оставшихся игроков, просто честно, они тупо не успеют убить, Грагаса. Скорее всего, произойдет то, что Смутти законтролят кого-то, этого кого-то убивают, будь то Иксмити, будь то Олих, ну а ваши керри в ответ никакого урона не дадут, ну просто потому, что они слабее в этой стадии игры. А так у команды Клауд Найн что получается? Банши будет Дженсен собирать сейчас, чтобы вообще никак не попадать в станы от Побелтера, но без Жонни будет. Многие, кстати, выбирают не Банши против Синдры, а Жоню, мол, при помощи Жонни можно выжить. Она дает ульту по вам, ну вы нажимаете Жоню и все у вас зашибись. А вот Банши Вейлз, по сути, спасает от одного спелла. Если у вас критичный спелл кинули, типа стана, тогда да, это круто, ну или хук. А если это был, ну дурацкий спелл, просто какой-то ауешный, либо паук, ну там, допустим, ульта Кагмава и вы потеряли Банши, то это, ну, провалом может быть. Ну, посмотрим. Главное, они пересидели этого Нашора, ну, они лидировали, поэтому они просто держали в запущенном состоянии имморталов, не дали им никуда выбраться, не дали им вышку на меде сломать, и сейчас Нашор закончился, нам показали один из худших показателей, не было же никаких потерь игроков у имморталов, все пять были живы, но они всего лишь 1100 с Нашором заработали, они даже свой лес толком фармить не могли. Учитывая, что этот показатель Нашора, кто не знает, не учитывает то, что вы за Нашора деньги получили, то есть, наоборот, учитывает, то получается, имморталов сыграли минус 400 с этим Нашором, но это так, просто всем командам можете минус полторы тысячи всегда давать, потому что Нашора Риуты не учитывают в списке, когда он пишет эту цифру, то есть полторы тысячи это начальный показатель, который у вас всегда с Нашор бафом и имеется. Информация к размышлению вам. Хорошие позиции занимает Клауд Найн, вот мне сейчас нравится, как занял позицию у нас Сники и Дженсен, оба не были вместе, Сники все же был застанен по Белтерам, пошел хук от Олиха, но Смуте резко выскочил и прикрыл его. Кто-то спросит, а что там Клауд Найн, это все вместе не стояли, они не хотели получить фланг, фланг от Джарвана, фланг от Маукая, поэтому контракт все возможные кусты там чекал, бегал, Смуте продолжал стоять рядом, ну а в этот момент у нас Камила поддавливала Джарвана. Еще один Дрейк будет, команда Клауд Найн забирает в этой игре только Клауд Дрейков, три штуки у них будет, и кстати, они его забирают до 29 минуты, значит у нас еще один Дракон будет, сейчас увидим, какая картиночка, и там Оушен, Оушен, ну может быть, размен трех Клаудов на двух Оушенов, а могут, может, смогут и Клауд Найн его просто забрать, посмотрим. Пока 9-1 игра не то чтобы скучная, она позиционная очень, и Морталы ждут своих Power Spikes, Клауд Найн, ну вот с этим нашором тупанули, поэтому вынуждены были немножко ослабить свою хватку, но сейчас у них есть еще 7 минут Power Play, так сказать, когда не такие страшные еще чемпионы, хотя Синра уже страшная, она доводит став и добралась, но вот как Маф еще не страшный, он только сейчас начинает переходить в Фантом, у него пока нет ни разогрева хорошего, ну есть атак спид, но этого недостаточно, ни критов у него еще нет, и в этот момент можно еще с ним воевать. Нашор апнутый, по сути, если Клауд Найн отдадут этого Нашора, то и Морталы абсолютно точно возвращаются в игру, ну и тогда вы тут можете меня спросить, а у кого же лейтгейм круче? У лейтгейма и Морталов круче, но не на много, где-то 65 на 35, может быть даже к 70 идет, в зависимости от того, насколько хорош на Заяц Ник, потому что Ариана она не уступает Синдре уж точно, Камила не уступает, Джарвана уж точно идет ульта Арианы, отфлэшивается у нас Икс Митти, и не хотят Клауд, наверное, видите, так легко отдавать этого Нашора. Второй раз оппонентом, теперь они там вот сидят, когда он появился, расставляет варды, выбивает варды оппонента, в рейт тем временем пропушивал, очень много хп потерял под вышкой, тут Флейм сам с ним справился, хотя по Белтер тоже уже начинал смещаться. Странно, что никто этого Краба не добил, но ладно. Скатла этого убили, Крабика на реке ускорение получили, ну и контракт. Пытается выбить здесь Вардовский, но у него не получилось. Почему он Нашор не согрелся? Странно. Вот сейчас он согрелся. Но это не был баг, ребят, просто мне интересно, как так произошло. И команда Главд Найна, из-за того, что Нашор на них согрелся, решили начать все-таки его делать. Маукаи рядом, у Маукаи есть ульта хорошая для этого места. Он дает ее, но она будет неделю туда лететь. Ловит у нас здесь контракт и перекинуть его, конечно же, не получится, но Смайт выигрывает команда Клауд Найн. Контракт неудачно его прожал, но Ариана была на чеку. Дженсен и Сники стоят в разных позициях. Вот теперь они только объединились, но первое время нельзя было дать двойной проказ ни по кому. Рэй остался в живых, перепрыгивает наверх, сражается с Кудисаном и Кудисан Кудисан отфлэшился, но мне кажется, он думал, что Рэй нажал Ешку и прыгнет сейчас назад. Кудисан верт сейчас головой, говорит, блин, если бы я знал, что Рэй от меня будет убегать, а не впрыгивать в меня, то, конечно же, я бы флэшнулся наперед и убил бы его, и тогда бы был размен еще не такой плохой, а так получается, три керри команды Клауд Найн остались, двух саппортов, инициаторов они потеряли, которые справились со своей работой, надо посмотреть внимательно, чем занимался Смути в этом файте, потому что, мне кажется, он очень много чего и сделал. У контракта была одна простая работа, пересмайтить, по сути, он с ней справился, потом танковать, а вот, что он сделал Смути, я хочу увидеть, потому что за ним я не следил. Так, где у нас Смути вообще? Смути там сидит, попал он в рут, протянули сюда, застанили его, и, видимо, сейчас Смути впрыгнет, да, впрыгивает, дает подкидывание по трем игрокам, потом дает ульту, и они его бить не могут, не могут. Побелтер, мне кажется, здесь ошибся, он был снизу, но зачем-то пошел наверх, сверху кидает спела, вместо того, чтобы по низу продолжать давить команду Клауд Найн. Ну, Коди Стан, реально какой-то странный флэш здесь был, ну, ладно. Так вот, по поводу, по Белтеру, если бы он пошел по низу, он бы смог отзонить Дженсона, может быть, из этого файта, ну, или, по крайней мере, попытаться его убить. А то он, получается, дал ульту тупо в Рея, который остался в живых, который у Спирит Визаж, абсолютно идеальный билд, посмотрите, это старый, добрый билд, который, интересный здесь ход был. Мукай нажал W, но Контракт Сену почему-то перепрыгнул через стенку, ну, ладно. Наверное, там эффект просто W уже сработал, и поэтому перепрыгнуть у него получилось, а не наоборот. Ой-ой-ой-ой, теперь могут у Флейма быть проблемы, он пытается убежать, у команды Клауд Найн есть флэш-инициация от Смоти, он ее проделывает, у Флейма большие неприятности ставит он катаклизм, но Сники, хоть и мало наносит урона, но постоянно, ой, что тут творит Рей, индивидуальная механика, у нее есть Гардиан Энджел, его убивают. Снял он, по-моему, ничего. Фильм он снял только о своей смерти, я думал, он снял, опа-па-па-па-па, Сники-то недалеко ли? Это ушел, Сники очень далеко ушел, попадает в Хоук, конечно же, ему здесь не выжить, но Ариана дает ульту, Сники все еще жив, но не так долго мы радовались тому, как он держится, и это была ошибка, как мне кажется, причем грубейшая от Сники. Можно было спокойно открывать здесь уже шампанское и заканчивать эту игру, но Сники решил в агрессивного Адекере поиграть. Сломает команда Клавдин все же этот ингибитор, но вместо убийства трех ингибиторов, видите, они в таком вот положении, даже его не особо получается. Сейчас, может, за счет крипов смогут это сделать. У Смути нет флэша, есть подкидывание по Белтерской Десант не становится вместе. Да, надо отступать. Побаиваются Каллоддайн, они знают, что Джарван сейчас апнется. А если у Джарвана телепорт, опа, вот это интересный ход, подкидывание, хорошо разыгранная комбинация. У нас получается Контракт на Ешке прыгнул через стенку, давит ульту, подкидывает по Белтеру. В этот момент у нас Смути прыгает на свое W на Грагаса и с него же прыгает дальше через Кушку. Не, подождите. На Ешке он прыгает на Грагаса, через W, потом прыгает уже подкидывает. Да, вот так вот было. Перепутал на секунду спеллы. Кушка это перо вперед кидать. Рейта все правильно сделал. Он, по сути, принял на себя четырех игроков, потерял Guardian Angel. Ну, не страшно. А вот давайте смотреть сейчас за Сники. Сники флешнулся вперед, дал ульту по двум игрокам, запутался. Икс Митти за него зацепился. И хорошо, что Ариана смогла хотя бы своей ультой попасть, потому что могло реально все очень плохо здесь закончиться для команды Cloud9, где Кудисану позволяет спокойно стрелять, где уже нету у тебя декери. 16-4 Клауд Рейки приносит победу пока что команде Cloud9 в этом матче. Ну, вот такие нужны игры команде Cloud9, потому что давайте объективно будем говорить. Они и сами по моральному духу, я думаю, считают себя топ-2, топ-1 командой Америки. и болельщики точно так же. И когда мы видим, что не проблема в игроках, а проблема вот как-то вот через туплейнеров играть, опа-па-па-па, он здесь Сники ловит, рутит его, пытается его убить, Джарван делает инициацию, тем временем Рей с другой стороны подходит, впрыгивает он в Кодисану, остается с ним один на один, Контракс говорит, давай я помогу с ним, и команда Cloud9 делает килл на Кодисане, а без него урона очень мало у команды Иммортал. Не успел я про это поговорить, ребята, в этой игре, но могу вам просто показать. Видите, X-Mitty, а ведь он первый сделал инициацию. Маукай как раз относится к такому типу танков, который может заставить себя бить только одного игрока. Маукай в этом смысле всегда проиграл Наутилусу в тимфайтах, но был более танковым. Это факт. То есть, помните, когда играли Наутилус и Маукай на топе, Наутилус мог организовывать реальные файты для своей команды и мог заставить оппонентов тебя бить. Маукай этим похвастаться никогда не мог, и вот в этом файте это было прям вообще заметно. Ничегошеньки, никтошеньки точнее, никтошеньки не наносил урон по этому Маукаю. Сделал он врыв в Снеке, зацепился, там Джарван ему пошел помогать, и дальше Клоднайны просто смотрят. Так, Джарвану мы убили, все, Снеке, разбирайся с ним, мы пошли дальше. Мы пошли дальше, мидлейнера. Ну что ж, приветствую всех. Более даже в первом кильоне поучаствовал, возможно. Идем на перерыв, ребят, после этой игры будет вот этот маленькое голосование, ну, после перерыва будет игра еще одна, и не знаю, кто там выиграет, но будет это вот маленькое голосование за то, какую игру смотреть дальше, потому что я говорил, что это одностороночка, ну, а здесь будет Эхо Фокс и против команды Энн выиграть. А, сейчас Пивана с Дигнета сами играет, вот что я ошибся здесь. Пивана с Дигнета сами играет. Йенсен Бог, возможно. Перерыв.